От мигрени существует волшебное средство. Волшебная золотая таблетка. Это трептаны. Кто-то из вас поморщится сейчас. Пробовал трептаны, не помогло, побочек много, эффекта мало. Но наш ролик сегодня об этом удивительном, очень интересном и непростом классе препаратов, который был специально разработан и придуман именно для купирования мигренозных приступов. Мигрень – это проблема, очень широко распространенная среди населения нашей планеты, не только нашей страны. Первое место среди всех причин головной боли – это, конечно, мигрень. И многие из тех вас, кто страдает от мигрени, конечно, пробовали эти удивительные волшебные таблетки, которые кому-то снимает приступ мигрени на раз. А кто-то пробовал разные варианты и уже разочаровался в использовании трептанов. Дело в том, что трептаны очень разные. Сейчас на рынке Российской Федерации присутствуют препараты трех групп. Но вскоре появится еще четвертый вариант трептанов – это ризотрептан. И где-то с осени мы сможем работать и с этим трептаном. Готовьтесь, что трептан может быть абсолютно разным. И когда вы придете в аптеку и спросите провизора, дайте мне что-нибудь из трептанов для купирования головной боли по мигренозному типу, для купирования мигрени, вы можете натолкнуться на такую ситуацию, что первое – препарат не работает, второе – работает медленно, третье – вызывает побочные эффекты, и вы с течением времени вдруг видите, что вы испытываете зависимость от использования трептанов. Действительно, действия трептанов разные. И, к сожалению, чаще всего вы эмпирическим, опытным путем придете к своему трептану. Кому-то поможет ризотрептан, кому-то сумма мигрен поможет, сумма трептан. Другому человеку не подойдет вообще этот класс препаратов, и надо будет что-то вместе с врачом искать какое-то новое избавление от боли. Поэтому первый момент – обращайте внимание, кто производитель у этой таблетки, кто производитель этого самого трептана. В качестве примера возьмем сумма трептан. Несколько упаковок самых разных сумма трептанов. И в аптеке вам могут действительно предложить разные сумма трептаны. И, повторяюсь, только опытным путем, эмпирически, вы сможете выбрать тот сумма трептан, который будет вам помогать и вызывать минимальное количество побочных эффектов. Классические критерии хорошего препарата. Быстрое наступление клинического эффекта, чтобы долго препарат действовал, и еще, чтобы не было никаких побочек. Но в жизни так бывает редко. Второе, на что вы обращаете внимание, это наличие побочных эффектов у любого препарата, и в частности у трептана они тоже есть. И это многих заставляет отвергнуть этот класс препаратов. Тогда вам придется использовать нестероидные противовоспалительные средства или, например, моноклональные антитела, которые дорогие, стоимость их 20 тысяч рублей за одну инъекцию. Инъекции вводятся один раз в месяц подкожно. На рынке Российской Федерации сейчас два только препарата из этого класса. Следующий момент. Трептаны противопоказаны у пациентов с ишемической болезнью сердца, с неконтролируемой артериальной гипертензией. Будьте внимательны, когда вы прочитываете инструкцию по применению лекарственного средства. Прежде чем его покупать, возьмите в руки лист вкладыш, инструкцию по применению этого препарата. А не так. Домой пришел, раскрыл коробочку, и вдруг оказалось, что он вам не подходит. Еще очень важный момент. Трептаны можно принимать лишь дважды в день и лишь дважды в неделю. Что произойдет, если вы будете делать чаще? Зависимость. И тогда возникает обустная головная боль, с которой трудно работать врачу-неврологу. Таким образом, количество трептанов, которое вы используете в течение месяца, строго ограничено. Что же делать, если головная боль чаще? Еще раз я вынужден напомнить об использовании моноклональных антител, об работе с вашими триггерами мигрени. У нас есть на эту тему выпуск на YouTube-канале. Посмотрите его, пожалуйста, внимательно. Изменение образа жизни, режима сна и отдыха, что вы едите, что вы пьете из алкогольных напитков, курите вы ли вы и так далее. И, конечно, нестероидные противовоспалительные средства тоже используются при головной боли. И есть ступенчатая терапия, когда вы начинать можете с простых обезболивающих, НПВП, трептаны и моноклональные антитела. И очень важно, когда принять препарат, когда трептаны наиболее эффективны. Если вы выпьете их слишком поздно, когда головная боль уже разыгралась, то вряд ли они вам помогут на все 100%. Слишком рано, с профилактической точки зрения, принять трептан тоже не выйдет. Нужно выбирать то самое время. И очень часто вы к этому приходите эмпирическим путем, когда не слишком рано и не слишком поздно принимается трептан. И тогда он будет максимально эффективен. Трептаны создают очень важный эффект. Они сужают чрезмерно расширенные сосуды. И за счет этого мы добиваемся того самого клинического эффекта. Мы избегаем той самой мигрени и мигренозного приступа. Еще очень важная проблема, о которой я должен сказать. У вас голова болит несколько дней. Мигрень терзает вас несколько суток. Вы вошли фактически в мигренозный статус. Не стоит чистить и принимать трептаны друг за другом. Выпил таблетку трептана, потом через 2 часа или через 6 часов еще таблетку. Эффективность будет второй дозы минимальна. Если она не приближается к нулю, то 50% от того, что вы хотели бы добиться с помощью этой второй дозы. Если у вас так часто болит голова, то есть, другими словами, вы ведете дневник головной боли, я это вам рекомендую всегда делать, если вы страдаете от мигрени, чтобы вы с этим дневником пришли к врачу. Он посмотрел и увидел, что вас терзает головная боль в течение 20 дней, в месяц. В этом случае трептаны не смогут вам в полной мере помочь. Вам нужно профилактическое лечение мигрени. И здесь названы ранее моноколональные антитела, антиконбульсанты, бета-блокаторы, изменение образа жизни. Вот те подходы, которые помогут вам сделать так, чтобы число дней с мигренью было в вашей жизни как можно меньше.